В принципе, в принципе, в принципе все. Окей. Погнали. Четыре кевлара. Дефьюз киты у GKS. Две флешки декой у команды рингейтс в итоге. Есть гранаты, правда, также у команды атаки. Катлер и ФНС пожертвовали кевларом для того, чтобы купить себе банки-склянки, которые, может быть, им помогут, потому что ребята сейчас собираются около дропрума и около биланга. Да. Катлер как раз. Мигуэль, между прочим, играет в команде рингейтс на данный момент. Для меня точно новый никнейм. Сразу говорю. Опять же в команде рингейтс. Надо будет посмотреть, как давно он в команде рингейтс. Ну, а еще и неф. Естественно, новый никнейм. В итоге 3 на 3 ситуация. Командарь рингейтс и сил. Джейми, Голь, нефти, неф. Против фуста и ФНС и Катлера. Больше интересно, какие позиции. О, там на коннекторе замыкают оппонента. В итоге остается один лишь нефти. Нефти может? Вот, да-да-да-да-да. И вот немножко осадить. Чуточку-чуточку приспустить эту ситуацию, отпустить ее. Потому что бомба, дорогой друг, у тебя практически под контролем. И кусте надо как-то двигаться. Это новый куст, обновленный куст, дорогие друзья. Куста 2.0. Посмотрим, сможет ли кусте 2.0 сопротивляться господину нефти. Нефти не обязательно может думать, что оппонент может быть на девятке. А куста не обязательно может думать, что нефти может быть под девяткой. Ой-ой-ой, какая ситуация! Куста... Ой, спокойно, спокойно. Нефти подумал о девятке, но теперь развернулся. Хорошая позиция нефти для отхода. Куста пытается... Ой, какие тайминги! Какие тайминги просто! Боже мой! Куста возьмет бомбу, да. Но нефти готов на исходную. И... Смотрите, голова или не голова? Пам-пам-пам! Нефти. 9 секунд у кусту, у него нет времени. Все-таки новый куст справляется. Старый бы не справился. Абсолютно точно. Ставит бомбу для себя, 300 баксов плюс. И это 0.1 в пользу команды CLG. Ну, или 1.0, если правильно говорить, в пользу команды CLG. Ну что, соответственно, CLG могут взять 3 статистически верных раунда для себя. Первый, второй, третий. Первый взяли, осталось 2. Если ренегейцы сейчас не зафорсят. У них есть хае для того, чтобы убить одного-двоих товарищей со вторым армором. Летят гранаты от команды CLG. Они все говорят, ребят, там кто-то на Белланге есть, но... Я не знаю, сколько их там. Но дело в том, что Аплэнт абсолютно полностью отпускается. И не угадывают ренегады. Совсем не угадывают сейчас. Хотя, заметьте, бомба и не идет по-да. Естественно, нет информации команды CLG. Естественно, они будут... Где там? Я потерялся. Естественно, они будут думать, что делать. Нефти в итоге умирает от Рики. И вот, эти хаешки полетели в никуда. Рики забайтил на хаешке ребята с команды Ренегейтс. И ренегады, во-первых, забайтили. Во-вторых, потратили все свое вот это великолепие, которое они хотели разыграть. И в итоге их сейчас просто примут здесь, скорее всего. Неплохо, и ФНС работает вместе с Ситоном. АЗР, правда, на размене парики работает. Катлер отвечает на GKS. Гангстер АЗР остается последним. Ну и поглядим, что там гангстер АЗР будет делать. Разменулся с ФНС, но сейчас встретится лицом к лицу. АЗР может его убить. Нет. Все-таки ФНС на голову навелся заранее и снял своего оппонента. Прошу прощения. АЗР были шансы. АЗР, дорогие друзья, были шансы. Ну что? 0-2. В пользу CLG. Кстати, по поводу Ренегейтс. Все хорошо. Мигуэль это их тренер, судя по всему. То есть никаких новых ребят нету в команде Ренегатор. Все здорово. Это они в разминке все никнеймы перепутали. И я в итоге сам все перепутал. Мигуэль и Нев. Нев это, наверное, на флай был, небось. Поэтому все здорово. Все то же самое. Ничего не поменялось. Я поэтому удивился, да? Что вообще? Откуда? Откуда вдруг? А уж про тренера команды Ренегейтс я уж точно ничего не знаю. Тут даже врать не буду. ФНС обивает Юстила. Хорошая граната по нефти прилетает. Нефти до свидос. Трех очковает ФНСа. Три ХП у ФНСа остается. Ему нужно сохранять жизнь. Нужно делать так, чтобы ФНСу не подставляться, а подставляться другим, если они хотят. Пэд 250 и две штуки. Кстати, прикольная засада. Смотрите, может, как я приму. Не принимает. О, один на один. Как же вы так скромно-то выходите? Если уж выходите, то выходите всем фронтом. Человеческая многоножка здесь. Получилось у нас 0-3. Дорогие друзья, 0-3. И у команды Ренегейтс появляются деньги на закуп. 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 0-3-0-3, кстати, в GKS играется на флайм. Го, посмотрим, что происходит. GKS пока тяжело. Остальные, ну, нормально. АЗР тащат. Нефти немножко с первого раунда не получается. Да, второй, третий, то есть без урона проходит. Но там пистолеты, понятно, да, что пистолеты можно реализовывать, а можно не реализовывать. Как бы тут претензий особенных нет. Статистически стандартные три раунда. Все нормально. Ничего страшного. Ренегейтс могут все еще отыграться вполне себе. Мы просто посмотрим, смогут ли на самом деле. Господи нефти. Видел хае, слышал хае. Более того, юстила здесь около B лонда находится. Мы, естественно, флайм. На флайм хорошая позиция через лесенку. Мне нравится, здорово. Рики прыгает Дурпрум вниз, не находит сопротивления. Может зажать аплэн со стороны коннектора. Но дело в том, что на флай юстила, наверное, будут их преследовать. Стоит посмотреть за юстила сейчас, потому что очень важный выход от него. Который он не проигрывает в итоге. И Дурпрум теряет. ФНС-то куда в ловушку пошел? В итоге снимает оппонента. Это был юстила. И теперь это не такая-то и ловушка для ФНС-а. Смотрите-ка, в итоге фоллоу оказался верным. И решение оказалось более-менее верным. И все еще может коннектор замкнуть ФНС. Но он понимает, что где-то здесь должен быть какой-то оппонент, скорее всего. Точнее, он понимает, что оппонент может быть вообще со всех сторон. В итоге нефти убивает ребят, которые уходят на АА. Нефти снимает голову. Но GKS сделает дабл. Нет, не сделает дабл. Интересно. Итан. Ой-ой-ой, опасно. Итан упадет. Да, остается лишь один ФНС. И вот они девайсы от команды Ренегейтс. Но здесь я бы сказал, что в большей степени вообще-то СЛГ. Как-то не очень аккуратно выходили. Не совсем аккуратно, на мой взгляд. АЗР, кстати говоря, тащит 5-3. Здорово, молодец. Лучший фракстатер на сервере. Не совсем лучший, потому что ФНС тоже 5-2. Вот ФНС лучший, потому что у него меньше смертей. Окей. Ну, они дышат друг к другу. Ноздря в ноздрю, как бы. Ну, нормально, нормально. Ренегады. Четвертый раунд за ними. И это начиная с девайсного. Вопрос. Это потому что... Еще раз повторюсь. Да, СЛГ ошиблись? Потому что неуверенно, медленно, скромно все получилось. Или это не случайность. В данном случае, да. И Ренегады будут давить дальше. Посмотрим. Прямо здесь, прямо сейчас. АВП и 4 калаша. Ребята, из команды СЛГ. Денежка еще есть. Если проиграет этот на субитом, там, 1900. Если бомбы поставят, проиграют, то чуть побольше. 2700, точнее. Поэтому местами даже хватит на девайсы. И будут полубай с девайсами. Плюс сидишки какие-нибудь с гранатами. Да, то есть, ну, нормально. Можно будет с этим жить, скорее всего. Но это я забегаю вперед. Это на следующий раунд у нас. Собирается СЛГ под Белонгом. И собирается под Дропрумом на данный момент. Но со стороны Т-сайда. То есть, они не прыгают. Они все еще могут уйти назад в любое время. Удобное для них. Но остается 45 секунд. И либо они как бы забегают сейчас. Либо это фейк. И они бегают в другую сторону. И все нормально делают. Потому что если холдить еще дольше. Все, они холдят. Все, уже спрыгнули. Что будут... Были бы проблемы. АЗР в итоге снимает Рики. Довольно широко Рики выходил. Понял, что противника нет. Но АЗР в итоге вышел сам. И как-то не срагировал Рики на него. Ну, в том плане, что понял, что сейчас нет. И расслабился. И на этом расслаблении, на расконцентрации АЗР сыграл в итоге. Кусто. Понимаю, где находится на флай. Но нет окна для того, чтобы его видеть. В итоге кусто падает. Все падают. Приемка от команды Рингейнс Бэпланта, дорогие друзья, в Кроссфайре. Очень скромные выходы от команды СЛГ. Again and again. Я это скажу еще раз. И это уже второй раунд подряд. Смотрите. Но пистолетные полубай вот такие делают СЛГ. Они не хотят... Закупаться девайсным полубайом, о котором я говорил. Не хотят. Хотят пистолетный полубай, а потом флбай. Вот так. Наверное. Ну, пожалуй, это, во-первых, выбор игроков раз. Во-вторых, наверное, это действительно лучше. Ну, не правда ли, да? Можно, правда, отдать третий раунд. Командир Рингейнс. Но зато потом флбай. И как бы все классно, все замечательно будет. Все будет здорово. Лонг. Белонг, человек от Юстила. 3А, 1 дропрум, 1Б. Такова защита у команды Рингейнс. И пока что команда СЛГ не особо двигается. АЗР получает по ХП. С МХП у него остается. Проигрывает дуэль ФНС. О ФНС должен закрепиться здесь. Играет силой мысли, как мы видим. Нет у него в руках девайса. Убивает людей словом. Обидным. Может быть. Я не уверен в этом. ДжКС. Против ФНС. Потенциальная дуэль. Но ФНС может не вылезти. Просто не показать свой чапчик. Ждет сам возможных поджимов. Подпрыгив под окно. Но дело в том, что Рингейнс, скорее всего, понимает, что вообще-то там противник где-то на исходной становится. Юстила. Его шлифанда сквозь. О-о-о-о! Юстила! Все-таки килл делает. Я уже подумал, что должен отваливаться. Его еще решили через Карабас. ФНС выходят. В Кроссхайр попадает под 90 угол около двери сзади. ДжКС до свидания получает в бочино. Вот этот выход неплохой от команды CLG. Он менее скромный. То есть, может, они разгонятся, как бы, и покажут свою настоящую силу. Бомба поставлена. Нефти на флайе находится... О-о-о-о! Мне позиция, я хотел сказать. Находится один из игроков. В итоге на флайе оформил себе позицию, просто вылетев на оппонента супер агрессивно. И вообще-то оно, наверное, того стоило. Для нефти еще есть шанс, у него есть дефьюз киты. Ну, он понимает, что он не будет драться. Он понимает, что нужно сейвить. Так. Вероятные 3 500 за раунд накапает CLG. Соответственно, там по 6, 5... 5 500 тысяч. Вообще, по 6, по 6 500, грубо говоря. 6 600 даже. Да-да-да-да. Вот 5, да-да-да. Оно. И за этот раунд всего лишь 1400 получают. Ренегады. В итоге. Денег немного, как мы видим, но есть АВП. Матч будет приостановлен. Непонятно, тактическая или пауза. Или не тактическая пауза. Сейчас. Давайте посмотрим, что вообще происходит конкретно. И кто ее поставил. Возможно, ренегейцы поставили. Судя по всему, пообщались. Насколько я понимаю. И они решают закупаться. Сейчас под те девайсы, которые они сохраняют. А те девайсы, которые они сохраняют, дорогие друзья, позволяют им как раз закупиться, по сути, под ноль. При этом иметь дофьюскиты. При этом иметь гранаты. Местами не иметь вторых арморов. Но не особо важно против АВП до калашей. Понимаете? Сами понимаете, да? И в итоге погрызаться. То есть это хороший бай. Довольно приятный. Довольно интересный. На флай антирашевый молотов закидывает на Белонг. Флешку туда же. По сути, тоже антирашевая. То есть, как вы видите, два молика на вход и на выход. Вот то, что Катлера там заметили, это большая беда. Но дело в том, что подсадос работает. Команда CLG. И вот второго человека сверху ожидать не особо... Ожидать не особо ожидали. Команда Ренегейц. Теряет в итоге на флая. Мне кажется, стоит уходить CLG с этой позиции. То есть, они сделали опенфраг. Ребят, уходите. Потому что, как бы, вас рано или поздно или расстреляют, или примут, или задавят, или что-нибудь еще. Но, смотрите, остаются. Все еще остаются. Здесь. Так, у Сеньки, как я понимаю, совсем, наверное, вылетел свет. Да, да, судя по всему, пока что да. Я для вас продолжу. В одно лицо. Катлер убирает юстилу с дороги. Забавно, но эта позиция сработала дважды, по сути. То есть, CLG так и не ушли, а Ренегейц так и не смогли по позиции пройтись. Чем-нибудь, хоть чем-нибудь. В итоге, два опенфрага, без размена. Новая ситуация боевая для команды CLG. Они будут давить дальше Б-плент, потому что они его вскрыли уже на минус два. И они понимают, что они будут его вскрывать дальше, потому что здесь может быть либо один оппонент, либо два. Но проблема в том, что их здесь три. И нефть остается один против двоих. И снимает... Ой, Катлер еще на нефти нефти промакивается. Катлер. Ой, нефть, как же ты рискуешь, дорогой друг. Ну, надо выбивать нефти. Это тот раунд, который ты должен выбивать. Потому что ты уже сейл, дорогой друг. Надо идти. Он идет. Он идет. И это снайперская винтовка против Катлера. Смог помогает нефти немножечко обойти своего оппонента. Может быть, Катлер понимает это. Хотя нефти и не спешит обходить. Тяжелая класс ситуации. Нефти должен брать этот раунд для своей команды. Потому что иначе потом будет совсем жутко. Бам! Нефти не промахивается. Фликшот, дорогие друзья. Фликшот. И дефьюзит эту бомбу, потому что у него есть дефьюз. Киты. Браво! Браво! Три пятьсот, команде Ленингейтс. Две двести, команде Си Лжи. Деньги есть в общем и целом. И у тех, и у тех. Но у Ленингадов пока что денег меньше. Потому что они проигрывали раунду совершенно, очевидно, больше. Итого. Ну, хороший бай. Ну, в смысле две юмпишки. Понятно, да? Немножко тяжеловато. Две имки четвертых. А, Ви, Пи. Фул раскидон. Два. Дефьюзит, а найс, найс. Галилу Катлера. Детерты Галу Кусты. Местами у ребят тоже, видите, да? Туда-сюда, как бы, есть своеобразные проблемы. Юстила. Интересная позиция Юстила. По нему там и не особо сразу получится стрелять. Только если выходить. Но, может быть, молотов-терограната. Но не обязательно будут тратить молотов-терограната ребята из команды Си Лжи. Нав может сыграть под Юстила. Вместе в Кроссфайр они могут принять оппонентов. Это интересно. Юстила пытается расконтролить свой девайс. Не получается, потому что это все-таки юмпик. И там залетело по голове. Но, понимаете, да юмпишка не убивает второй армор в голову. Нафлай! Ой, как же ФНСу везет, но ненадолго, потому что нафлай его все-таки взрывает. Куста остается с 20 хп. Это, вероятно, еще один раунд для команды Renegade. 4-4, дорогие друзья. Два подряд. И в этот раз команда Хилл Джи получает всего лишь 1900 денег на руки. В итоге, как мы видим, у них у Кусты вот ровно 1950. 50 баксов там на бургер оставалось. И 3200, 2500, 2900. То есть совсем немного. И надо что-то думать. Надо то ли форсить, то ли не форсить. Выпускать команду Renegade вперед. Или не выпускать команду Renegade вперед. Вот как раз-таки надо подумать. И команда CLG, как мы видим, думает, общается, что-то там. Вот молчит, например, игрок. К слову. Только слушает сейчас. Сей господин. Ну, послушали, наверное, решили в итоге, чем будут закупаться. А закупаться, как вы понимаете... Сцена не переключается, переключается. Закупаться будут, как вы понимаете, пистолетами лишь. И в следующем раунде фуллбай террористический как раз. Там денег будет хватать, все хорошо. Си-зи-ишка. Десерт и ГЛП-250, два штука. И глок. Сухой глок у кусты, потому что куста хочет что-нибудь зеленое, большое. Но не огурец. Не огурец. На флай. Если найдет себе смелость поджать и сделать это успешно, будет довольно интересно. Но очень сложно это делать сейчас. Вообще-то, позиция на флай очень интересна. Я понимаю, что обсервер хочет показать все, но... Возможно, на яме будут происходить вещи. На флай там начинает поджимать. Кстати, дорогие друзья. Забавно, что на флай пропускает весь друк-рум. Вообще не обернулся. Вообще, в принципе, не обернулся. Но есть тело спасает эту ситуацию. Если бы на флай... Он... Понимаете, да? Он пропушил. Но не прочекал вот это вот место. И он пошел вот так. Что-то меня совсем маркер не рисует? Что с мышкой, господи? Оно не рисует. Окей, короче говоря, он пошел вот так. Если бы прощекал вот это, но не прощекал, в итоге террористы выпали вот так, но... Реально не рисует. Юстила все закрыл. То есть, если бы Юстила ошибся сам, то это была бы... Вообще-то ошибка на флай, по сути. В смысле, это было бы... Благодаря на флай. Вот так вот можно было бы сказать, по сути. Ну да ладно. 5-4. Ренегейтс... Ренегейтс выходит вперед как-то. Я их не так произнес. Нефть убивает кусту в то же время. Да, прошу прощения, дорогие друзья, если... Возможно... Подшмыгиваю или шум на дышу. К сожалению, простуда... Обуревает. И вместо мозгов... Сопли. К сожалению. Вот. Надеюсь, не очень сильно мешает. Потому что мне это мешает уж точно. ГКС. Будет ли принимать оппонентов, мог бы оформить даблу на флай. Убьет точно одного. И под стрейфом... Да, убивает еще второго. Хороший стрейф, здесь аккуратненький. Чего-то получилось. Топили Титан ослепленным. Пытался что-то сделать, но... Утого ничего не вышло. Четыре раунда подряд выигрывает команды. Нигейс, дорогие друзья. Там уже CLG, как вы понимаете, сыпит... Довольно много денег. 2 900. Где-то, да? Ну, в смысле, 2 900 ровно. В данном случае насыпало. Вот. И... Ну, а что сказать-то? Ну, пока что ренингады как раз выходят вперед. Вот о чем я и говорил до начала карты. Про статистику, про последний кублстоуна, про... Вот это все. Потому что это все имеет смысл. Это все... Важно. Интересно. Катлер. От Нифти падает. Нифти! Видел очень много оппонентов. Еще и бомба под контролем Нифти. Нифти просто всю малину здесь. Посадил. Выкопал. Съел. Вещь тело с лестницы на В работает. Великолепно. Нифти. Просто герой этого раунда. Просто герой. Просто герой. Квадрокилл, дорогие друзья. Квадрокилл. Найс. Найс. 14.6 играет товарищ. Вот она. Гора Джамалунгма. 13.5 тысяч урана. Соответственно. 13.5 потенциально мертвых людей от нефти. То есть практически полностью. Да. Он убивает 14 человек. Полностью он убивает 13 человек. Давайте я так скажу. Здесь все более-менее нормально. Да и в общем и целом команда CLG особо никто не проседает. То есть в общем по сравнению с прошлым нашим противостоянием. Он спортил DLC. Здесь обе команды играют. И куболстону реально получается довольно интересно. Но судя по тенденциям. Пока что по крайней мере из того что я вижу. Ренегейтс действительно этот куболстон могут выиграть. Например так же как и последние два недавних куболстона против CLG. Причем я замечу что до этого CLG выигрывали куболстону у команды Ренегейтс. Вот так вот. Да. Как интересно все получается. Месяцев пять назад. Но месяц назад уже Ренегейтс выигрывали куболстону у команды CLG. И как вы понимаете последние результаты важнее чем какие-то там которые были. Но о них говорить тоже стоит. В итоге четыре калаша АВП против трех эмок четвертых трофейного калашникова и АВП от команды Ренегейтс. ФНС под флешку будут врываться на нефти. Нефти стреляет по таймингу почти что попадает будучи ослепленным. В любом случае это невероятно сложно сделать. Невероятно сложно угадать конкретный выход. Потому что он может быть офф тайминг с поздним таймингом. Он может быть какой угодно вообще. Какой тайминг CLG придумает такой и может быть по сути. Вот. Но обычно ребята как бы не особо думают по таймингам. И сразу выходят почти что. Поэтому нефти мог угадать. С точки зрения того что он мог упасть и убить. Юстила на ослепленных товарищей хотел выходить. Но эта флешка уже точно не сработала. Юстила походу сам понимал. В итоге все равно проигрывает эту дуэлит. Но Азера будет не замыкать. Вот эта флешка. Найс. Минус два от Азера. Залетает. Остается кусты. Остается ФНС Катлер. Втроем. Все в разных сторонах. Не вижу пока ни одной идеи у команды CLG. Куда они будут конкретно выходить. Потому что и под А люди есть. И под Б люди есть. И это все надо скрывать по сути в соло. И вот ФНС попытается в Солянова здесь что-нибудь придумать. А насколько я понимаю просто подождать. Своих. Не. Не попытается придумать. Вот ошибся. Прошу прощения. Ошибся. Подождет. Как раз команда. Вот это правильно. И потом будет вылетать. Но дело в том что на флай находится в курятнике. И еще Азерушка рядом. Азер палится. На флай вот. Азер байтит на свои выстрелы. На флай убивает оппонента. Заметьте. Возможно это было сделано случайно. Скорее всего это было сделано случайно. Но получилось как ни кстати лучше. 8-4. Первая половина выигрывается командой. Ренегейтс. Я пойду и почитаю немножко чат. Как у вас вообще там дела. Разбойники. Разбойники не разбойники. Умирает от Итана. Нефти. Да. Это был бомбкерриер. А нефти еще даблкил делал. Я сейчас трипла. Триплата. Триплушка нефти. Умирает от Итана. Нефти. Нет. Нефти прошу прощения. Не умирает от Итана. Нефти все равно. А нефти не умирает. Что? Что? Один хп. По нему стреляли. 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 Да не выстреливали. Ребята из команды Силы. Ничего не сделали вообще. Забавно. Забавная история. В итоге. Семь раундов подряд выигрывает команда Ренегейтс. Нефти выживает. Это не особо важно с точки зрения того, что это предпоследний раунд первый половинный раз. Это не особо важно с точки зрения того, что 13 тысяч у Нефти там 12-10. Понимаете, да? Пятизначные числа. Но это очень важно с точки зрения подготовки команды Силы. Уверенности команды Силы против Ренегейтс на этом Кобблстоуне. И этот Кобблстоун медленно, но верно утекает австралийцам, к слову. Три Сизишки, Десерт Игл и Галилл есть у Рики. У команды Силы Джи. Такой именно бай. Тяжело. Очень тяжело. ДжКС в итоге решает не кидать молотов на данный момент. Укрепление Б-планта втроем на Допроме-1 на Апланте-1 в полуподжимных позициях ЖКС. Будет работать в итоге. А АЗР. Что-то пришли вот такой, друг. На флай. АЗР. Все-таки АЗР. Выигрывает у Иллю Рики. ФНС замыкает на флайе, но отъезжает от Юстила. ЖКС сейчас убьет Итана. Вот он Итан, а вот ЖКС убьет Итана. О, не убивает в итоге ЖКС. Топили типа двои, минус два. От нефти и ЖКС, кстати. То есть, по сути, минус один и один. Я думал, ЖКС убил всех, но ЖКС не убил всех. ЖКС остается последний. У него 10 артыгал, который называется Заговор. И этот Заговор работает. И этот Заговор не работает. Вот эти Заговоры. 10-4, дорогие друзья. Ренегады стащат буквально дабл счета еще копеечку сверху. Зря ты зашел чат читать. Ничего тут интересного. Ну, во-первых, там вы. А это уже очень хорошо. И спасибо вам, что вы здесь есть. Во-вторых, последний раунд. Первые половины, дорогие друзья. Прямо здесь, прямо сейчас. Кстати говоря, к слову, вот вам коэффициенты. Между прочим, на этот матч. Сверх-справа приблизительно, да, вы их видите. И я напомню, что есть замечательный сайт GGBet. Здесь коэффициенты, на которые хочется ставить. Можете зайти, посмотреть, что там. Есть интересного. А у нас последний раунд первая половина, дорогие друзья. Юстила на флайбе бивает все-таки Итона. А выход будет от CLG? Или уже, может уже... Как-то они вот-вот... Ну почему так не собрано? То теряют момент, то слишком поздно становится в итоге для выхода. Я только хотел об этом сказать, когда я говорил, может уже немножко подождать. Но я не успел сказать, что может уже немножко подождать, потому что они выходят и погибают. Вот эта несобранность от команды CLG на всей первой половине, она явственно была видна. Прямо. От и до буквально. Повтор. Давайте посмотрим, как Юстила здесь из-под 90-го угла работает. У меня большие вопросы к команде CLG. Насчет этих выходов. Просто... Так, здесь ничего интересного походу не происходит. Хотя не, погодите. У нас происходит там интересное. У меня есть 20 секунд для того, чтобы посмотреть на стату. Стата говорит сама за себя. Окей. Начнем с команды потенциального победителя. 1-4 счет, кстати. Если я не сказал об этом, прошу прощения. Сейчас не вспомню уже. Вся команда Анигейтс играет в защите. Все прекрасно у них. Начнем снизу. Итан старается тащить как может. Катлер старается тащить как может. ФНС немножко ниже, но не важно. Куста немножко ниже, но не важно. Рики не играет... Седьмого. Не играет с раунда номер 7. С начала винстрика команда Анигейтс, прошу прощения. И не играет все раунды седьмого до пятнадцатого включительно. Вообще. С учетом того, какова роль Рики. Еще раз. Да? То есть, например, Айджелу я бы таких вещей не предъявлял. Но Рике я такие вещи предъявлять буду. Ну, Айджелу, там, координатору, там, и так далее. Я бы сказал, что господин Рике очень нужен команде CLG. И желательно прямо здесь и прямо сейчас. Потому что если нет, то извиняйте. Извиняйте. Командарин Гейтс этот Коблстор может уже не отпустить. Хотя на атаке, может быть, у них будут проблемы против CLG. CLG здесь в защите будет удобней. Дорогие друзья, прям вот отвечаю. Серьезно. Будет удобнее. То есть, они могут, не обязательно, что возьмут, но они могут взять достаточное количество ранов для того, чтобы камбэкнуть типа 9-12 можно сделать. Ну, это я так, да? То есть, 9-13 можно сделать, наверное. Котлер отъезжает в итоге. Ну, соберитесь, пожалуйста, команда CLG. Ну, немножечко, немножечко. Нет, нет. Рикки не стрелял на второй половине, первой половине. Под окончание, короче говоря. Первой половины. А то я вас запутаю так. Нет шансов, в смысле, нет уверенности в том, что он будет стрелять сейчас. В итоге Итан и Рикки остаются в даймпе, 12-й, вероятно, для команды Венигейтса. Итан хорошо стреляет. В смысле, он хорошо, он стрелял. Вот, вот он Итан. А давайте посмотрим на Рикки. Смотрите. Вот Итан, и вот Рикки остается, 1 на 2. Вы думаете, что он справится? Может быть. Но я буду злым статистом. Прям диким злым статистом. С третьего раза Рикки запрыгивает на желобок и отлетает от АЗР. Простите, я злой статист сегодня. Простите. 12-4. Я все равно продолжу вот эту тему, о которой только что сказал. CLG может быть удобно на Коблстоне в защите, но... На девайсных. Угу. А до девайсных им терпеть, до девайсных им терпеть, еще два раунда, которые, которые они, скорее всего, будут сливать, может быть. Может и не будут, конечно. То есть это, типа, счет 14-4, как вы понимаете. А это уже, вообще-то, проблемы. И в каком камбэке может потерять Куста? Куста капусты Катлер работает вместе с Кустой. Найс! Вот это хороший раунд для команды CLG. Вот это... Но не такой плохой. И ФНС должен справляться. И ФНС присоредушку. И Рикки его закрывает. Все-таки Рикки... Стреляет. И... Ему потребовалось для того, чтобы нанести какое-то количество урона. А, смотрите, он все-таки пострелял в пистолетном раунде. Все-таки пострелял, да. Ладно, все, все. Спокойно, спокойно. Все. Комментатор, отстань от Рикки 12-5. Команда CLG вернулась. Она взяла форс. И сейчас должна брать раунд номер 6. Номер 6. В лифте будет со скаута Райфлой. Нидофлотный пистолет у АЗРа. Галаки у всех остальных. Возможные забеги под Б. С учетом того, что нет вообще ничего в плане гранат, то это выход на МСЯО. ФН разрывает голову Юстила. Но если Нигейтс планирует выходить на МСЯО, то надо тогда аккуратно холдить. Не вот так вот, вылезая холдить. Если они хотят холдить хотя бы. А чуть-чуть вот более сейфово. Но потом резко рвать когти на плент. То есть, да-да-да-да, и забег такой, да, цепные кошечки. Чем-то такое. Тогда это имеет смысл. Потому что сейчас они просто потеряли Юстила, и они уже вчетвером. А боевая мощь слабая, да? Боевая экономика очень слабая. Ну да ладно. Я к чему вообще все это веду-то? Вероятный шестой для СЛЖ, дорогие друзья. И кое-как еле-еле... Вот если бы СЛЖ не взяли этот Форс, был бы 14-4, вероятно. Если бы они его не взяли. Это такой бесконечно важный раунд. Просто для команды СЛЖ был вот этот. Семнадцатый раунд. Он просто сверхважный на всей карте. На всей карте. Важный это. Азер. Получает по хиппи. Отъезжает GKS. Нафлайне все азер. Нефти убивает ФНСа. Маленькая месть. 12-6. И... Возможно 12-7. Почему? Потому что команда Рингейс вообще-то не хватает денег на хороший бай. Поэтому это будет... Это будет пистолетный полубай. Окей. Кусто. Взрывает ее силы. Найс. Отходит назад. В итоге... Ой, как далеко. Кусто. Спасай себе жизнь. Понимаете, где находится еще один оппонент. Как же Кусто классно двигается сейчас. Как же классно Кусто двигается. Байтит нефти, который отъедет. Кусто великолепен. Просто... Муа, 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 брависсимо. Отлично сыграно. Убил одного, забайтил второго. Второй забайтился под самое просто не балуйся. И в итоге Итан сейчас на фарме троих. 1800 бакинских как-то на залетает. Спасибо большое. Спасибо большое команде. Лени Гейтс. Другие друзья, три раунда подряд. Начиная со сверхважного второго на второй половине команды Силджи берет. И вот этот The Cobblestone начинает быть очень интересным. Очень-очень-очень интересным. Наконец-то, кстати говоря. Потому что две первые катки просто однокалиточные. В хлам. Cloud9 против Tempo Storm в хламину The Inferno. Просто в хламину Клоуда. И Mouseports против LDLC в хламину The Newk. Там уже с Сенькой я комментирую. К сожалению, у Сени совсем отвалился свет. Но ничего страшного. Но бывает так. Бывает. Зато в доме жить приятнее, чем в квартире. Вот прям стопудово. Потому что я, если ночью начинаю, эй, вот это вот делать, и мне соседи там... Пу-пу-пу-пу-пу. Слышай! Алло! Хе-хе-хе. И я такой, ладно, ладно. Ну, в общем, на этом все кончается. Для меня. А потом меня идут бить ногами. Завернутые в подушки, чтобы не оставлять следов. Именно так. Два на Б. Два на А. В полуподжимных позициях находится Катлер. И один на дропруме. Точнее, на коннекторе. С зачеком окна под дропрум. Находится господин ФНС. Есть Тила. Около тройки. Рики. Закрывает баллонг, на котором никого не будет. Тут интересные вещи с Итаном могут разыграть. ФНС, кстати говоря, Итан. Потому что это вот... О-о-о-о! Ните Итан! Табилики от Итана не получилось. ФНС должен, должен здесь справляться. Справляется. ФНС убивает Джекейса. Три на три. Ситуация АЗР закрывает дверку. Но Куста успевает убивать на флай. А нефтя АЗР остается вдвоем. Но! Бомба на руках. Бомба под контролем. Она будет поставлена, даже если они проиграют этот раунд. Кстати говоря, времени очень мало оставалось. Да, 8 секунд. Поэтому тут надо было бомбы ставить anyway. В любом случае. Нефтя АЗР остается вдвоем. Бомба! Жей нефти не попадает по ФНС. Остается последний АЗР. Он прячется за камушком. За камушком его не находит. Потому что никто не чекает даблкил от АЗР. Триплкил от АЗР. И в итоге квадрокилл от АЗР, дорогие друзья. Хорош! Хорош! Затопил. 25 на 9. И матч проостановлен, потому что бомбилово просто у команды Силджи. Скорее всего, просто бомбилово. После этого произошло. Вы посмотрите. Не чекает камень. Хороший спрей. И аккуратненько сейчас доведет вниз. Аккуратненько. Вот начинает сверху, смотрите. И доводит вниз, и влево вниз. И в итоге спрей, кусок спрей-паттерна, который уходит буквой Т, правым куском буква Т в правую часть, верхнюю, доводится как раз под голову и верхнюю часть туловища. Своего оппонента. Найс! Красавец. И ФНС здесь поясняет за жизнь. Типа, пацаны. Какого черта? Почему вы не чекаете кам... Пацаны, почему вы не чекаете камень? Я сейчас буду петь, как Майкл Джексон. Это Пелли Джин. I'm not my lover. Вот это все. Но это не поможет ФНСу, скорее всего. Вероятно. И 13.7, дорогие друзья. 13.7. Винстрик команды CLG прерывает. Групп команды Энни Гейтс. И... Дело в том, что... Это был единственный практически... Практически еще и шанс у команды CLG. Это был единственный шанс. Один из... Немногих, да? Которые CLG не должны были отпускать никак, если они хотят вернуться. В итоге команды Энни Гейтс может закончиться счетом 16.8. Плюс-минус. Ну... Вероятно, ровно 16.8, кстати говоря. Ой, хорошая ХАЕ. По юсти ЛГКСу залетать довольно болезненно. Но ребята живые. Ребята в теме. На данный момент. Бомбы не находятся под оплентом. Пытаются просто зондировать... Подходы под оплент, ребята, из команды Энни Гейтс. И Катлер в позиции... Под юсти Ла. И юсти Ла убивает Катлера. Кусто разменивает юсти ЛГКСа хотя бы так. Я аж подумал, что все плохо. Это нас никто не чекает, а Зер падает. И в итоге команда Энни Гейтс сама для себя сливает свою же возможность. В общем-то взять... Ну, хороший следующий раунд для себя и оформить себе 14. Надо сейвить. Мертвейшая ситуация просто. Надо сейвить. Денег нету. Ребята. Ребята. Кусто горит. Кусто сгорел. Чего? Как? Что? Куда? Ммм... Почему? Он просто стоял и сгорел. Пожалуйста, покажите нам это. Пожалуйста, покажите. Клинфит. Пожалуйста, покажи. Повтор. Покажите, как кусто сгорел. Что случилось? Да ладно, этот спрей-то понятно все. Надо демку смотреть. Надо было мне переключиться. Я что-то не поверил в то, что он догорит до конца. Я заметил, но не поверил. Прошу прощения. 13.8. В итоге СЛЖ дарит себе еще один шанс. Командарин Гейтс ошибается. Почти что флэка. Командарин Гейтс. Но есть недефолтный П-250. Вот. Азера. Здесь. Что там по деньгам? 3300 баксов. 3700. Угу. Не так все плохо у команды СЛЖ. Лики убивает Юстила в итоге. А этим ребятам 1900. Если насыпят бомбу, поставят чуть побольше. 2700. Да, есть варианты. Надо ставить бомбу. Кровь из носа. Надо ставить бомбу. Командарин Гейтс, если хотят возвращаться прямо сейчас. Потому что это позволит им закупиться. Кусто нефтя. И нефти минус. Катлер. Что-то Азер заснул там вообще. Катлер вышел, сам заснул. Заги оба заснули. В итоге падает. В итоге, в итоге, прошу прощения. Два раза не повторяю. Не повторяю два раза. От... На флая Катлер. На флай Джекес остается вдвоем против четверых ребят из команды СЛЖ. Надо ставить бомбу. И дело в том, что господин ЖКС... Где там? Покажите мне господин ЖКС. Господин ЖКС может поставить эту бомбу. Но ФНС работает на чек. Не, уже не может. К сожалению, окошко полностью потеряно. На флай нет шансов. В следующий раунд, скорее всего, будет уже отдаваться. Бомба противного выпала. Ловит импанч. Прицел подскакивает. Без шанса видеть. Если раскидать красиво, то можно закупиться. Но не все будет у всех. Но все равно, походу, покупать надо прямо сейчас. Не. Не, не надо. Все-таки принимает решение, что не надо. Пистолетный полубай. Полубай на следующий раунд. Если поставили бы бомбу, закупились бы. Вот еще раз, да, я повторюсь. И это важно. Это реально важно, дорогие друзья. И все. И в итоге все насмарку пока что. Команда Ренегейтс, команда Силджи возвращается в игру. И если возьмут еще этот раунд, это будет маленькая заявочка на камбэк. Хотя это все еще 13 для Ренегадов. Очень сложно. Очень сложно. ФНС. Минус один. Сейчас будет минус два, потому что вдвоем принимают. Понятно, здесь минус три. Нет, GKS. Найс. Чего GKS там двоих положил? Чего GKS двоих положил? Чего? Куда? Они знают все, что у них за... Как вы это отдаёте? Как вы это отдаёте? Ну да ладно. Так вот. Мы интеллигентные комментаторы. Мы горим, а потом приходим в себя моментально через 3 секунды. GKS триплкил как с куста. Куста и Катлер остаются вдвоем. GKS еще бомбу поставит. Господи. Даже если они проиграют этот раунд. Вы понимаете, дорогие друзья, насколько это все... Ааа. Просто что? Два на два. Так, спокойно. Ну, должен... У GKS так-то должен был умирать? Найс. Нафлай из курятника выбирает одного. Ща еще затащит. Да ладно. Нет. Нет. Все-таки нет. Боже мой. Как... Как физически много делают команда Ренегейтс в той ситуации, где они не должны делать практически ничего. Практически ничего. Вот. Вот этот момент на повторе. Что? И сейчас третьего еще. Просто вообще развалиссимо. Окей. Четыре АМК четвертых АВП у команды CLG против четырех калашей АВП у нефти. Соответственно. Ладушки о ладушки. Ну что? Ренегада. Раунд вы отдали, но сделали довольно много. По экономике. Дам довольно много урона по экономике команды CLG. Эней хае от Рики. Happens. Every time. Все спокойно. Чат. Вот сейчас вот охладитель. Чуть-чуть. Бывает. Бывает. Это нервы. АЗР убивает ФНС. Рики. Промакивается. У Рики... Рики сегодня все очень плохо. Он реально не в форме. Заметно. По всем фронтам видим не в форме. По гранатам не в форме. По стрельбе не в форме. По позиционке не в форме. К сожалению для него. Пытается все-таки поставить бомбу у ребят из команды Нигдец. Но отъезжает в GKS. Не стоило лезть. Но он понимал что-нибудь. Вариантов нет. На флай. Неплохо поедем на браку из. Ох ты. Кусто дело киел. На флай. Остается в один в один против Катлера. У Катлера 3 хп. То есть буквально маленькая трик. И все. От на флая. И он будет работать под чек на бомбу. Но Катлер ты не узнешь. Ты ведь не узнешь дорогой друг. В итоге байтит на флай. А будет еще посмотреть. А видно что у него нет вариантов. И Катлер хотел его на этом славить. Но у него не получилось. И Катлер будет умирать. Будет умирать. Будет умирать. Иммер. Трипл килл от на флай. Дорогие друзья. Четыре стороны для команды Renegades. Сбрасывается мультиплайер. Множитель. Множитель поражений. Для команды CLG. Соответственно если. Они. Ну во первых им насыпало 1400. Если они проигрывают этот раунд. Им насыпят 1900. И только у Куста по сути есть деньги. Остаточные. А прошу прощения нету денег. Ни у кого нету денег. Очень важный раунд для команды CLG сейчас. Отдают этот. Отдают карту. На изи вообще. Отдавать этот раунд не должны. Все. Аргументировал. Погнали дальше. Юстила. Закинет ли я смог Катлер. Катлер. Чекает. Очень аккуратно чекает видео. Дело понятно. Оставляет кусту одного. По сути. Куста делает килл. Делает килл. Там еще ножка нефти. Нефти как-то хотел пикнуть что там. Куста играет. В итоге закрывает. Этим смоком еще уйдет. Живой 18 хп. Как куста много делает. И ребята могут взять этот раунд. Очень важный раунд для команды CLG. Какой же классный кублстоун. Брям. Нравится. Нравится. На флайнефте. Остаются вдвоем против куста реки Итана. Ничего не происходит на карте. Все заняли свои позиции. Заметьте да. Что террористы пока что вот так вот. А контртеррористы не рисует. Не рисует. Короче вот так вот. Что? Работай пожалуйста. Что это такое? Непрофессиональная мышь. Нефти. Лановый смок для него. Довольно забавный кстати. Вообще-то обалденно удобный смок для него. С точки зрения того что там под девяткой кого-нибудь да. Привыходить с под девяткой. Мог бы. Да саднифти в итоге умирает на флай. До свидания. CLG берут этот раунд. Какой важный раунд ребята для себя берут. Боже мой. Какой важнейший просто раунд этой карты. Если бы они здесь проигрывали. Все. Просто до свидос. Моментально. Что там? Случайно не переводил мультик про Сау. Крайне маловероятно. А что за мультик про Сау? Не. Комментатор не топит за CLG. Комментатор не поставил на CLG. Комментатор кстати не поставил на Renegades. Комментатор за равный Counter-Strike. А равный Counter-Strike. Это когда одна команда проигрывает. А вторая выигрывает. И тогда комментатор немножко обращает внимание на ту команду. Которая проигрывает больше. Потому что она проигрывает. А потом наоборот. И так до конца. Вы понимаете, да? То есть у меня это работает приблизительно так. В этом мой нейтралитет как раз. Рикки. Промакивается. Так. Все. Рикки сегодня не играет. Но вот немножко играет. Хорошо. Уже чуть лучше играет. Ладно. Рикки. Хорошо. Спокойно, брат. Но в итоге умирает. На FlyAZR должны отъезжать. Если АЗР будет умирать последний. 12 раунд для команды CLG. Бомба не была поставлена. Соответственно, мы видим не совсем достаточное количество денег. Для ленигейца. Ну что? Пистолетный полубай? Или как бы недобай? Недобай. Ну, давайте так. Добай, на самом деле. Но по гранатам местами проблема. И по девайсам местами юстила с юмпшкой. То есть, видимо, у меня не добавь, это как бы не фуллбай, но байраунд. Все хорошо. Спокойно. Да, то есть что-то я тут тоже. Элитизмом начал страдать. Все классно. Могут ли не быть. Выточить. С помощью этих девайсов. 2 АВП, кстати, реки Куста. Перекидывается с Итаном девайсиками, судя по всему. Так. Бомба идет под А. Юстила шумит под Б. Вместе со своим товарищем Мазуэром. На яму уже заходят ребята из командирования Гейтс. Что-то байтится Силджин, и это Б. Ой, что-то байтится. 3 на Б, 1 на коннекторе. 1 на А всего лишь. Ну что? По команде, ребят. Мазуэр, походу, не-не, не отъедет. В итоге, да, может замкнуть через дверь. И остаться, остаться под Б. Но в итоге не остается. Под Б надо бежать прямо сейчас. Командири Гейтс, иначе они потеряют все возможные возможности. В итоге Куста отъезжает. Двоем остаются ребята из командирования Гейтс. Нефтик так как бы вышел. И, опа, и находит двоих. И в итоге на флай будет падать. Последним, дорогие друзья. До свидания на флай. 14, 13. Все еще в пользу командирования Гейтс. Но... Командири Гейтс имеет некоторые проблемы. Во-первых, это отсутствие денег. Во-вторых, это наличие, собственно, проблем. Вот он, ФНС. Там был слева. А вот это команда Гейтс. И мы видим, что ребята понимают, что что-то улетает от них резко, быстро все. И далеко, и надолго. И CLG могут даже, во-первых, вернуться. Во-вторых, может быть даже выиграть The Cobblestone. Пистолет от Командири Гейтс, дорогие друзья. Банки есть, флешки есть. Только не выходите на сухую, пожалуйста, дорогие друзья. Из Командири Гейтс. Во, флешки. Сейчас все подряд полетят. Первая, вторая, третья, четвертый. Да, все подряд. И вот он выход на Б, дорогие друзья. Итан, не видит оппонента вообще. На флаймрайт от ФНС. Рики, ясно. Минус четыре моментальные. АЗР остается последним. АЗР пытается расконтролить свою имбовую сидишку. Но имбовая сидишка в этот раз не справляется. 14-14. CLG are in the game. Они в этой игре. Прямо здесь и прямо сейчас. Четыре раунда подряд выигрывает команда CLG. Счет 14-14. Излетает пауза. Покажите мне что-нибудь. А я пойду почитаю чат. Что-то про пиццерию здесь. Что? Сегодня с другом договорились поехать в пиццерию. Договорились о встрече на остановке возле дома. Увидел его машину. Начал идти к нему навстречу. А это оказался просто камень. Забавная история у нас из чата. Забавная история. Прошу прощения. Люркер под B от команды Ренгейтс. Остальные около Амплента находятся. 2-3B от команды CLG. Не совсем стандартный расстановка. Друбрум полностью отпускается. Но в этом плане команда CLG угадывает на самом деле. Кусто. Может принимать яму в полуподжимных позициях. Находится господин Котлер. Ну и 3 на B. Но без друбрума. Но видите, да, что происходит? Вообще не нужен друбрум здесь. Команды CLG. Они реально очень угадывают. Они дико рискуют в этом плане. Но очень угадывают. Это безумно круто. И вопрос, сыграет ли эта тема. Сейчас здесь. Котлер в смоке. Дышит дымом. Дымом дышать небезопасно. Кстати говоря. Ну, Котлер дышит. Кусто. Котлер. Котлер не справляется с этой позицией. Кусто остается один. У него АВП. Соответственно, он не может убить всех подряд. У него 40 хп. Машинка его пытается закрывать. Но сейчас он будет умирать. И он умирает. В итоге, правда, убивает Джекейса. До этого момента Итан не справляется со своим оппонентом. Команды Ренигейс бежит в пиратрике. Он вообще не промахивается с АВП. И Рикки. Она состоится в бою против нефти. И на флай. Бомба будет поставлена на А. На флай. Убьет Рикки. Вот его пушка. Вот Рикки. О, все в линейку. Дабл килл от на флай, дорогие друзья. Трипл килл в итоге. Изи. Ха-ха. И матч приостановлен. Конечно, приостановлен. Ой, сейчас бы в линейку выходить. Под девятошную. Вот этот момент. Какой лайнап? Ммм, сладенько. Сладенько. Поясняет Тренинг Команды Ренигейс. Пацаны, тащите. Я вас верю. Все хорошо. Пойдем серфить, потом пойдем. В Денвере не пойдем серфить. А приедем обратно, пойдем серфить. Ну что. Погнали дальше. Возможно, и последний раунд для команды... Прошу прощения, Ренигейс. Потому что... Это 15-й для них. Маппоинт, дорогие друзья. Четыре Амки от CLG плюс АВП. Кевлары, вторая армора есть. Какие-то раскидки есть. Юспики есть. П-250 и там еще, кстати, к слову, сизишка. В общем, короче говоря, все неплохо для команды CLG. Тут надо просто выходить на дополнительное. Они могут это сделать. Только собраться надо. Потому что мы видим, да, по второй половине. Я говорил об этом уже до второй половины, что CLG может быть удобнее в защите. Как мы видим, чисто статистически им удобнее в защите, да. Они возвращаются, в итоге все хорошо. В этом плане... Ну, то есть все аналитические данные как бы совпадают. В итоге действительно интересный к обострам получается. Это хорошо. Я соскучился по хорошим картам. Потому что первые две были скучные. Скучные, скучные, скучные. Пытаются очикать змейку. Интересно, позиции. Да, вот. Обсервер как-то переключился. Успел Куста. Молотов смог. Непонятный Молотов. Просто смог улетать. То ли Куста не подумал об этом, то ли бог розной. Катлер проигрывает от обе дуэли с нефтью, но снимает одного оппонента. Три на три ситуация. Ну, а план полностью вскрытый. Вне позиции находятся ребята из команды CLG. То есть им получается очень-очень-очень сложно будет выходить. Бомба будет поставлена. А до физки Тио Уиттена есть. На контр поджим заходит на флай. Как раз мало ли кто-то будет поджимать с ямы. Ну, отдавить. У CLG нет выбора. Нефти промахивается. Это шанс для команды CLG. ФНС падает от на флая. Нефти опять промахивается. Еще один шанс для команды CLG. Нефти уже не промахивается. Рики, который не особо стрелял все это время. И он с ВП, с которым он не особо стрелял. Вы видели. Вы все видели. Это был пролаг. Рики, до свидания. До свидания. Дорогой друг, 16-14 в пользу команды Renegades. Выигрывают, прошу прощения, все-таки они эту карту. И поздравляем. Это еще один... Извините. Это еще один Cobblestone. Для команды Renegades против команды CLG. В последнее время. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова